Депутаты Государственной Думы Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Здравствуйте, спасибо, что нашли время, заглянули к нам. Какие сейчас задачи стоят перед Государственной Думой в части исполнения послания президента? Над чем работаете? Задача реализовать его максимально быстро в течение мая и июня. У нас фактически два месяца на то, чтобы принять все основные законы, чтобы послание было реализовано. И более того, чтобы люди уже могли пользоваться мерами социальной поддержки. Вот это очень важно. Послание, во-первых, было предельно конкретным. Кому какие выплаты социальные, об этом поговорим еще. А второе, оно не имеет какого-то лага во времени. Оно должно заработать прямо здесь и сейчас. И поэтому уже летом наши граждане смогут воспользоваться мерами поддержки, которые этим посланием предусмотрены. А мы, исходя из этого, отказались от отпусков, выходных и всего остального. То есть изменило послание график работы Государственной Думы? И даже вплоть до того, что региональные недели теперь стали комитетскими. Потому что нам за два месяца надо реализовать порядка десяти федеральных законов. Плюс внести там целый ряд поправок. И, чтобы вы понимали, бюджет только по мерам социальной поддержки. Это порядка четырехсот миллиардов рублей. Причем полтриллиона рублей. Значит, наши граждане получат. Это очень ощутимая поддержка. Ну, президент озвучил очень много важных социально значимых инициатив. Вот какие станут первостепенные в реализации? Там нету первостепенных или второстепенных, потому что они направлены на различные категории людей. Вот смотрите, давайте, допустим, возьмем, чего вообще никогда не было и нигде никогда не было. Мамочки, которые только собираются стать мамочками. Ну, это же крайне чувствительная история. Ранняя стадия беременности. Женщина вот осталась одна. Так бывает и часто, давайте это признаем. И она сегодня находится в раздумьях, оставлять ребенка или нет. Медицина позволяет по-разному решить этот вопрос. А государство говорит, оставляй, мы будем рядом. Мы будем помогать. Вот тебе выплата, ребенка еще нет, но ты на него уже будешь получать выплату. Потом ты получишь другую выплату, потом ты получишь третью, потом ты будешь с трех до семи. А теперь мы тебе еще с восьми до шестнадцати лет выплату сделали. А теперь, когда ты его будешь собирать потом в школу, мы тебе еще по десять тысяч рублей, значит, будем давать на то, чтобы ты его в школу собрала. Совершенно другая ситуация. В том числе для женщин, которые и дальше планируют ребенка одного воспитывать. Государство сегодня говорит, что мы тебя не бросим, твой идиот муж бросил, мы тебя не бросим. Мы будем рядом сегодня с тобой. То же самое касается порядка взимания алиментов, потому что действительно жизнь по-разному поворачивается. И ко мне на прием приходят женщины, и женщина она замечательная. И ребенок там, вот была ситуация, значит, на коньках там катается, успехи потрясающие делает. Но она говорит, мы не можем продолжать его учить, потому что это стоит денег. А муж, он говорит, знаю, где он работает, у него вот такая вот зарплата, просто вот про нас забыл, про меня ладно, про ребенка забыл. И, ну, вообще никак не помогает. Ну, и вот как вот ей? Она хорошая, значит, ребенок замечательный. Муж нашли, заставили, значит, нашли рычаг. Парень теперь там, ну, чемпионом, наверное, каким-нибудь станет. Ну, как-то по-другому жизнь у него сложится. Но это, в принципе, неправильно, что женщина должна бегать и решать вот эти вот вопросы. Президент сказал, значит, там должен быть принцип одного окна. Значит, и не человек должен ходить и обивать пороги еще и с малышом на руках. Это, значит, органы должны, ну, государственные, вообще-то это, ну, логично. То есть сделать ту работу, за которую они деньги получают. По каким-то темам, которые озвучил президент, в Госдуме уже есть подвижки? Уже где-то были начать работу? У нас уже кое-что, вот, по крайней мере, по моему ведомству, уже принято даже в первом чтении. Потому что экологический блок был большой. В послании уже это традиционно стало. Потому что у нас тема экологии, она, знаете, перестала быть такой некой абстрактной какой-то категорией. Она стала совершенно конкретным измерением качества жизни граждан. И люди хотят жить в нормальной среде. И в этот раз, что вот было новым в экологическом блоке, это климатическая повестка. До этого вообще у нас об этом никто не говорил. А сейчас это прям номер один, значит, сокращение объемов выбросов парниковых газов, переустройство всей нашей промышленности и уклада экономического и так далее. Это вообще правильно. Но мы, понимая, что этот тренд, вот, он здесь уже, он с нами, мы уже в нем живем, мы уже в первом чтении приняли закон о сокращении объемов выбросов парниковых газов. И сейчас, как президент поставил задачу, мы, естественно, там, ко второму чтению его там доработаем. И, значит, второе-третье чтение, я думаю, что мы в мае пройдем. И у нас в России, Россия станет одной из первых стран, где есть такое законодательство. И мы, в принципе, имеем очень хорошие возможности стать климатическим лидером в мире. — Вообще, если говорить о сроках, понятно, что вот сейчас при такой напряженной работе будут приняты законопроекты, но когда жители, в частности, Челябинской области уже смогут ими воспользоваться? — Лето. Лето. То есть летние месяцы — это будут уже месяцы выплат по тем, значит, инициативам, которые президент озвучил. Но в моем понимании, если мы за май-июнь все сделаем, то июль, август — это уже будут деньги на руках. Ну, я вам просто в качестве примера скажу. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно в точку инициативы была выплаты семьям, которые собирают детей в школу. То есть каждый школьник получит по 10 тысяч рублей, родители на него получат для того, чтобы собрать в школу. Это супер, потому что у нас для многих это деньги, вот сейчас реально многие так, фуф, выдохнули, потому что, ну, вот для каждой семьи это вопрос. Для каждой исключений нет. Значит, эти деньги придут в августе. То есть заранее эти деньги будут доведены до людей, и в августе на коммуне учебного года они упадут на карточки тем, у кого в семьях есть школа. То есть они, скорее всего, станут беззаявительными по принципу того, ковидного года. Ну, у нас был такой опыт. Я думаю, что мы с вами еще встретимся, по-видимому, в июне месяце, когда я уже отчитаюсь о результатах вот этой работы по реализации вот этих вот социальных инициатив. Но пока в виде нет такой. При выполнении всех направлений, которые назначил президент, наметил, так скажем, основная работа у Госдумы сохраняется все-таки. Над чем сейчас вы работаете? У нас есть еще целый ряд таких очень чувствительных законов. Вот я сейчас от вас еду проводить прием граждан. Я просто посмотрел список заявителей. У меня заявительница, значит, ее кредиторы вот уже раздели до нитки, что называется. Ну, то есть вот все, отняли, что только можно. А это неправильно. То есть человек, если является должником, он всего лишь должник. Он не преступник, он неплохой человек. Он там, ну, он просто должен деньги кредитному учреждению. Так бывает. Ситуация у всех разная. Сейчас, учитывая, какой тяжелый год был, ну, в долги позалезали очень многие. Если не большинство так. Вот. Поэтому мы сейчас внесли закон, я надеюсь, что весной мы его примем, о том, что должнику будет оставаться минимальный размер оплаты труда, неснижаемый, который у него отнимать нельзя. Потому что сейчас ситуации какие бывают. Зарплата только на карточку. Пришла, эти там все уже пираньи банковские вокруг нее кружат и сразу же снимают. А как человеку жить? Он взял, значит, в долг деньги. Но он же не в рабство к вам поступил, там, или даже не крепостное право. Он отработал, он заработал. Да, ну, какую-то часть высчитывайте, реструктуризируйте этот долг, чтобы он, ну, дольше будет его платить. Но оставлять его без средств к существованию, это, во-первых, ну, просто бесчеловечно, негуманно, скажем так. А второе, зачем плодить потенциальных преступников? Ну, как, если у него семья осталась без средств к существованию, он что будет делать? В лучшем случае он пойдет работать туда, где он будет получать серую зарплату, которую у него не отнимут. Толкаем в серую зону специально к таким работодателям, которые эти схемы используют. А зачем? Давайте пусть лучше наоборот все будет прозрачно. А в худшем случае, там, упаси бог. Вот, поэтому это вот одна тема. А вторая тема, она тоже крайне важная, такая тоже эмоционально окрашенная. У нас ведь большинство жителей Челябинской области, ну, сейчас, может быть, и не большинство, но очень многие, они отработали очень долгое время в сельской местности. Ну, так регион у нас устроен. У нас много сельских территорий, и сельское хозяйство – это вторая отрасль после, значит, нашей металлургии. А приехав потом жить в Челябинск, в Магитогорск, в Златоуст, в любой город, они теряют сельские надбавки. Они очень серьезные. 25% от пенсии – сельская надбавка. И вот у меня буквально до этого был, значит, прием граждан, пришла бабушка плачет. 33 года у нее стаж. Работала в диапазоне там от доярки. И она там рассказывала, как они там в 4 утра вставали, в 5 там на дойке, сколько у нее там этих коров было там и так далее. И до там, ну, все вот сельские профессии, она все их освоила. Говорит, ну, жили очень тяжело. Ну, в общем, ни медицины, ни инфраструктуры, ничего, воды не было. И она говорит, я так рассчитывала вот найти колхозное, но сейчас она живет вот с дочерью. Ну, она инвалид уже. Ну, не может одна на селе. Это нереально. Живет с дочерью. И, извините, ты городская жительница. И говорят, ну, это что? То есть то, что человек заработал эту пенсию, он переехал в город, там, где более комфортная жизнь, что перечеркивает его все заслуги перед там областью, перед сельским хозяйством и так далее. Точно так же мы сейчас внесли закон, который оставит людям, кто на селе отработал 30 и более лет, вот эту 25-процентную добавку весьма существенную к пенсии, то есть они будут получать плюс четверть еще сверху от пенсии, даже если они переехали потом в город, потому что это просто справедливо. Когда они смогут быть, вступить в силу, так скажем? Я рассчитываю, что мы примем до конца этой сессии. У нас эта сессия заканчивается в конце июня. Вот у нас, в принципе, два месяца, май и июнь, на то, чтобы это реализовать. Я практически уверен, что нам удастся это сделать. Вот эти встречи с избирателями, наверное, каждый раз вас наталкивают на новые законопроекты. Вот есть ли тут у вас уже появились какие-то наметки? Над чем еще стоит поработать? Они так и получаются. Все, что мы здесь с вами в этой студии обсуждали, все эти инициативы берутся отсюда. В качестве примера просто приведу историю. Наш закон о запрете высаживать детей из общественного транспорта началось с чего? Люди пошли и говорят, слушайте, ну что за издевательство? Ну зимой там, ну ребенок. Даже если нет у него билета, да бог с ним. Что-то у нас страна разорится от того, что ребенок там без билета проехал. А тем более, когда он его купил, а его все равно вышвыривают, потому что он его оперативно найти, извините, не смог там по карманам по своим многочисленным. Поэтому прием граждан – это мой любимый вообще формат работы. Я вот всегда, я прихожу, там очередь всегда стоит, хотя каждую неделю обязательно принимаю. Почему? Потому что это всегда дает, ну какие-то там, не знаю, хотите, назовите это идеями, хотите, назовите там это проблемами для законотворчества. Я уверен, сегодняшний прием, он тоже там нам что-нибудь подкинет. В следующий раз расскажу. Приходят ли к вам ветераны Великой Отечественной войны? Я к ним прихожу. Мы дружим, вот ветераны, кто у меня живет на округе, даже вот этот пандемийный год, значит, не дадут они соврать, значит, ходить нельзя же было, а они на самоизоляции сидели. И я понимал, что с моим количеством контактов, несмотря на то, что я с прививкой там, значит, с антителами, я мог что-нибудь принести, не дай бог. И поэтому вот мы их очень берегли, но мы делали как? Им волонтеры передавали планшеты. Мои волонтеры передавали планшеты, и мы созванивались, ну, по видеосвязи, я их там поздравлял с праздниками. Да. Слушайте, я, честно говоря, больше это воспринимал как некую свою ответственность и свой долг. Я думаю, ну они сидят там, ну ладно там, дети там, внуки там заглянут, но все равно, вот надо же узнать, как здоровье, как что и так далее. Вы не представьте, тут вот, значит, одна, у нас есть бабушка там, Белозерова, в Металлургическом районе живет, замечательная женщина, а это оптимистичная, прямо от нее можно, знаете, лампочки зажигать, она такая, как динамо-машина. Вот. А она говорит, а помнишь, вот как ты меня поздравлял вот с 9 мая по этому, по телевизору, ты говоришь, я поздравляю. Представьте, вот для человека, то есть, ну они вот были лишены этого общения, мы им всегда и подарки передавали, и там цветы там к праздникам, и вот просто так пообщаешься с ними, поговоришь, узнаешь, как здоровье, как жизнь там и так далее. В этом году уже, значит, многие из них ответственные пошли, привились, сделали прививки себе. Вот это поколение, знаете, оно вот дай им Бог здоровья. И я, конечно, тоже обязательно заеду и поздравлю, и обниму каждого, и посидим, дела все наши обсудим. Одно вот печалит. Это то, что у меня остались уже районы, где осталось по одному ветерану. Можете себе представить? Вот целый район, один человек. И дай Бог, конечно, чтобы как можно больше Дней Победы у нас еще было, когда они будут, значит, рядом с нами. Но надо им сказать огромное спасибо и низкий поклон, потому что вот они сейчас дома сидят. Нет, они пошли в школы, в школьные музеи. Они проводят лекции, они общаются, уроки там, общаются с ребятами. Слушайте, это поколение уникальное. Вот такого поколения больше не было и больше не будет, потому что они мало того, что страну спасли, они, значит, мир от фашизма очистили, Европу освобождали, до Берлина дошли пешком, как Белозерова, про который рассказывал. Она регулировщицей была, она потоки машин регулировала, регулировала, кому куда проезжать. Шурочка регулировщица ее звали на фронте. Это история такая знаменитая. Между прочим, значит, сама там чуть в плен не попала один раз, и пленных брала. То есть вот, ну, всякое бывало, то, что называется, прошла, и все, что называется. Так вот, значит, эти люди, они сейчас нам дарят возможность побыть с ними, пообщаться с ними, нашим детям, просто, ну, прикоснуться к ним, потому что это поколение победителей, и слава богу, что вот мы живем с ними на одном историческом отрезке. Нам в этом смысле очень повезло, и то, что мы, в принципе, живем, потому что они тогда этот подвиг совершили, и страну сначала спасли, а потом отстроили. И что они рядышком с нами сейчас. Да, пользуясь случаем, поздравляем всех ветеранов с наступающими праздниками, здоровьем прежде всего, и благодарим их за то, что они для нас сделали. Спасибо вам большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. А мне на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей.